На Магнитогорском металлургическом комбинате открыта новая экскурсия, о чем гудит железная дорога ММК. Это первый маршрут для школьников, который включает не только поездку на автобусе, но и пешую прогулку по территории. Во время визита ребята познакомятся с историей железнодорожного хозяйства комбината и узнают особенности ее работы. Одним из первых побывали в увлекательном туре шестиклассники 37-й школы, а также наша съемочная группа. Экскурсия в производственный мир начинается с научно-технической библиотеки. Уникальное место, где можно не только познакомиться с профессиональной литературой, но проводить различные деловые встречи и конференции. Ребятам здесь рассказали, как начиналась история города и комбината и провели викторину по мотивам популярной телеигры. Нашлось место и менее серьезным вещам в физкульт-минутке и песне под гитару. Далее ребят провели на Комсомольскую площадь, первую площадь нашего города. Ежедневно ее пересекают десятки тысяч работников ММК. А далее уже на автобусе школьники отправились в путешествие по комбинату. Благодаря экскурсоводам поездка была полезной и увлекательной. Юные гости узнали десятки фактов о железнодорожном хозяйстве комбината. Наше предприятие на самом деле уникально. По своей протяженности мы намного впереди на частях российских металлургов. 900 километров путей, 2500 стрелочных переводов, 39 станций на площадке ММК находятся. О чем гудит железная дорога? Это первая экскурсия с выходом на территорию ММК. Ребята посмотрели памятник паровозу. Последний такой был снят с эксплуатации в 1973 году. Побывали на мемориале воинам Великой Отечественной войны. Увидели один из первых вагонов, прибывших на комбинат. Узнали, как он обслуживался, где производился. А после посетили депо. Особая гордость – стенд с оригинальными табличками вагонов, которые использовались на ММК в разные годы. Есть экспонаты из США, Италии, Чехословакии и других стран. И, конечно, юным гостям рассказали о работе машинистов и их помощников. Отметим, подобные экскурсии на промплощадку полезны не только детям, но и самому городообразующему предприятию. Мы ходим сейчас в училище, в институты по специальности, разговариваем, показываем, рассказываем, организуем экскурсии. Сегодня этим надо заниматься, потому что проблема кадров, я думаю, что ни на месяц, ни на год. Последним пунктом экскурсии стало святая святых управления логистики, диспетчерская. Отсюда координируется работа всех подразделений комбината между собой. Такое путешествие на ММК никого не оставило равнодушным. Независимо от того, насколько хорошо ребята знакомы с градообразующим предприятием. Мне очень понравилась сегодняшняя экскурсия, я много чего узнала, увидела, где работают мои родители, где работали мои дедушки и бабушки, и, может быть, где буду работать я. До этого момента я даже не думала, что, может быть, я как-то захочу тут работать, но сейчас мы побывали на экскурсии, у меня появилось желание тут работать. В завершение экскурсии ребятам вручили значки юных железнодорожников. Павел Берсенев, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.